Добрый день, уважаемые зрители! С вами снова Юрий Бочаров на канале Турагентства В Отпуск. Сегодня я покажу вам отель Grand Hotel Anapa. Совершенно новый отель, 5 звезд на первой береговой линии. Отель начал принимать гостей с 1 июля 2020. И когда я снимал это видео, с момента его открытия прошло менее года. Отель представляет из себя одно 9-этажное здание с весьма интересным дизайном. Огромный атмосферный холл создает приятное впечатление с первых шагов. Не дешевый отель. Цены не озвучиваю намеренно, потому что они постоянно меняются, поэтому нет смысла. Но если вас заинтересовал отель, звоните нам, пишите ватсап или вайбер, посчитаем. Телефон сейчас на экране. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля и в номерах. Есть охраняемая парковка. Для гостей отеля она, конечно, бесплатная. В 2021 году питание по системе полный пансион. Трехразовый шведский стол. В отеле есть 5 баров, но все напитки платные. Чтобы полноценно конкурировать с Турцией, конечно, не хватает все включено. Но это отель сможет исправить в любой момент, если посчитает нужным. Шикарный спа-центр, хамам, финская сауна, арома-сауна, взрослые детские бассейны, тренажерный зал – все это включено в стоимость. Остальные спа-процедуры типа массажа и обертывания – все это платное. Сейчас перед нами основная фишка отеля. Открытый инфинити бассейн, купание в котором создает иллюзию открытого моря. Бассейн подогревается до 32 градусов, поэтому плавать в нем можно даже в прохладное время года. Кстати, отель работает круглогодично. Заявленная площадь территории 23 тысячи квадратных метров. Но по факту территории здесь практически нет. Она состоит из открытого бассейна с лежаками вокруг него и пляжа отеля. Пляж собственный, оборудованный, находится менее чем в 100 метрах от корпуса отеля. Пляжная зона оборудована шезлонгами, навесами и душевыми кабинами. Вход в море пологий, комфортный, песчаный. Для удобства на пляже деревянные дорожки. Полотенца дают не по карточкам, они спокойно лежат в свободном доступе, берите и пользуйтесь. На пляже есть бар и в нем проходят вечеринки с выступлением популярных кавер-групп. Роскошный и красивый пятизвездочный отель, но есть один небольшой недостаток. Не доработана территория между отелем и пляжем. В целом мне, конечно, отель понравился. Это, пожалуй, единственный пятизвездочный отель в Анапе на первой береговой линии. Имеется детская комната с воспитателем и она, несмотря на пандемию, работает. Но в отзывах пишут, что детям здесь бывает скучно. Так что детская анимация – не сильная сторона этого отеля. Всего здесь 187 номеров, есть даже 4 номера с индивидуальным бассейном. Делюкс. Я считаю, что это золотая середина. 40 квадратных метров позволяет разместить двух взрослых на основные места и двух на дополнительные. В номере одна большая кровать кинг-сайз и два дополнительных места – раскладной диван и кресло. Матрас на большой кровати заявлен как ортопедический. Номер уютный, отличный ремонт. Во всех номерах этой категории панорамный вид на море с балкона. Но есть нюанс – под балконом основной бассейн и временами бывают довольно шумно. Вот так. Большой телевизор, сейф, набор для приготовления чая, кофе, гладильная доска, утюг и сушилка для белья. В санузле душевая кабина, зеркало для макияжа, фен, банная косметика, полотенце, халаты, тапочки. Стандарт – минимальная категория номера в этом отеле. Немного меньше, чем Deluxe – 35 квадратных метров. Вмещает двух взрослых на основные места и одного на дополнительное. Основное его отличие от Deluxe в том, что с балкона стандартного номера вид на город. Видео снимал в октябре 2020-го и, как видите, вид из номера сразу на две стройки. Конечно, это временно, рано или поздно стройки закончатся, но в 2021 году берите лучше Deluxe с видом на море. Люкс – это уже двухкомнатный номер 75 квадратных метров. Позволяет разместить четверых взрослых гостей. Но одна из комнат – это спальная, а вторая – гостиная. Так что кому-то придется спать на дополнительных местах – диване или раскладном кресле. Панорамные окна, покрытие пола, как и в других номерах, ковролин, телевизор и балкон в каждой комнате. Есть люксы с видом на город и на море. Конечно, берите с видом на море, чтобы не получить вид на ту самую стройку. По оснащению эти номера почти ничем не отличаются от стандартов и Deluxe, кроме того, что в санузле есть ванная комната. В стандарте и Deluxe только душевая кабина. Сантехника во всех номерах – Виллеройн Бош. И, наконец, топовый номер – это апартаменты с бассейном. Таких номеров всего четыре. Огромный номер для большой компании или семьи. 270 квадратных метров. Позволяет разместить шестерых человек. Трехкомнатный номер с гостиной двумя спальнями, двумя балконами и террасой с индивидуальным бассейном и панорамным видом на море. На террасе установлены шезлонги и плетеная мебель. Телевизор в каждой комнате. С террасы этого номера открывается просто потрясающий вид на море. Итак, все-таки самый важный вопрос. Стоит ли остановить свой выбор на этом отеле или продолжить свои поиски? Отвечаю, однозначно стоит. В Анапе на сегодняшний день всего четыре отеля, пять звезд. И этот отель заслуживает хотя бы одного вашего визита. Приезжайте, не пожалеете. Если у вас остались вопросы по отелю, задавайте их в комментариях. Напоминаю, мы онлайн-турагентство и готовы предложить вам туры с вылетом из любого города России. Пишите нам, звоните, будем рады вас слышать. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры отелей в Турции и других странах. И не забывайте, что лучшая цена на туры только в нашем турагентстве. Телефон для вас оставлю под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч!